здравствуйте меня зовут алексей красиков добро пожаловать на портал невроза мегаполиса как давно я не говорил эту фразу наверное уже пару-тройку месяцев я не снимаю видео лекции не снимаю их потому что занят консультационной работой занят работой в очном консультировании в групповом в специальном консультировании о котором говорить наверное пока не стану много очень дел и хочу снять маленький ролик о том чтобы рассказать почему не происходит обновлений получаю много писем да это коротко о главном что ли да а впереди у нас сегодня 7 августа и информация на 7 августа будет такой значит середины где-то сентября начинается новый сезон это сезон групповых консультирований сейчас группы заканчивают заканчивают следующие группы значит будет вечерняя группа сентября месяца понедельник 20.00 будет сентября где-то вторник 20.00 будет сентября группы четверг 17.00-20.00 и также к концу сентября будет группа суббота 17.00 то есть на самом деле несколько групп в каждой группе по 8 человек из каждого города из любого города страны вы сможете присутствовать для этого нужен только компьютер занимаемся мы 5 месяцев информация полностью адаптирована это не просто работа с панической атакой с агорафобией как правило в моей группы приходят ребята которые уже понимают что такое вегетососудистая дистония паническая атака агорафобия и благо они начинают понимать что проблема не в ВСД и проблема не в панической атаке и проблема не в агорафобии конечно присутствуют люди которых все еще есть некоторая симптоматика да касающихся их панических атак навязчивых мыслей тревожных мыслей фобических всевозможных проявлений безусловно это так ну и также они понимают что работать над этим просто упражнением с панической атакой или с определенным поведением касающихся симптомов мало вот за 5 месяцев мы с вами будем заниматься именно не только симптоматикой а первый блок мы занимаемся именно симптоматикой смотрю какая у кого жалоба основная если у кого-то профиль панические атаки мы конечно для этого человека я выстраиваю упражнения и концепцию для панической атаки если у кого-то проблемы с передвижением с передвижением если у кого-то страх там сойти с ума и заболеть шизофренией соответствующий если у кого-то ритуалы проверки соответствующие если у кого-то социофобия соответствующие если у кого-то там вегетативное общее напряжение там камы в горлах тахикардия страх за сердце кишечник страх описаться окакаться и так далее соответствующие то есть первые где-то 4 недели мы занимаемся именно симптом центрированной терапией касающихся именно самих жалоб фобического тревожного навязчивого характера затем мы с вами начинаем приступать к следующим блокам это именно блоки которые касаются самой работы над неврозом потому что невроз это гораздо более полное состояние нежели симптом как паническая атака или вегетососудистые напряжения не надо путать вегетососудистые проявления с панической атакой ВСД и паническая атака это не одно и то же паническое расстройство может находиться в самостоятельной структуре невротического расстройства а вегетососудистые дистонии это терминологии синдром который по большому счету не ставится в международной классификации то есть вы не найдете в международной классификации диагноз ВСД и паническое расстройство вы увидите диагноз генерализованное тревожное расстройство с паническими атаками или обсессивно-компульсивное расстройство или допустим фобический невроз, кардиофобия с паническими атаками то есть вы не найдете термина вегетососудистая дистония в неврозологии на западе в принципе вегетососудистая дистония это исключительно терминология описывающая, что клиент жалуется на некоторую телесную проблему при обследовании которой вы не находите конкретные патологии и ставить диагноз ВСД плюс невроз или ВСД паническая атака и невроз это абсолютно некомпетентно и неправильно ВСД вообще можно в принципе исключить и можно оставить только какой-то классифицированный невроз с наличием панической атаки или нет например, существует кардиофобия или существует генерализованное тревожное расстройство вне наличия панической атаки или существует общее вегетативное напряжение вне наличия панической атаки то есть паническая атака это самостоятельная единица пароксизмального страха которая может присутствовать или она может присутствовать в начале расстройства в начале, когда у вас это только началось несколько лет назад потом это может... панических атак самих может не быть а само общее напряжение или фабическое состояние остаться поэтому мы в группах занимаемся исключительно работой с причинами многие скептики говорят о том, что надо рыться в детстве или не надо рыться в детстве что причина панических атак находится где-то глубоко или так далее давайте я проясню некоторую ситуацию здесь есть симптомы и жалобы которые работают исключительно в проекции сейчас то есть ты сейчас проверяешь сейчас боишься сейчас избегаешь сейчас, сейчас ты это делаешь это правда и большинство терапевтических стратегий направлено именно на работу сейчас чтобы понять, что сейчас подкрепляет твой страх что сейчас подкрепляет твое поведение и так далее это целая большая работа когнитивно-поведенческого направления это замечательно и хорошо работает именно с симптомцентрированной проблемой но надо понять, что не все люди по одним и тем же причинам будут переживать по какому-то поводу ну например, кого-то уволили с работы и у него в результате этого случились общие вегетативные расстройства кого-то уволили с работы он пошел, выпил или там отдыхает то есть наша задача в группах понять почему именно вы на какие конкретные обстоятельства жизни и каким образом отреагировали и здесь мы говорим о структуре мышления о структуре поведения о структуре работы с эмоциями о структуре защитных механизмов каждый человек должен провести определенно причинно-следственные связи все это должно быть разработано то есть, допустим, там у меня есть три основных блока первый блок это само осознание того что случилось, почему случилось какие обстоятельства, как это случилось и так далее как связано детство причем здесь все-таки это детство и ваш невроз, они панические атаки почему именно вы, почему именно такая стратегия и так далее второй блок это работа над самой причиной работа над самой причиной внутреннего противоречия над самой причиной самого, так сказать, невроза над самими обстоятельствами над мышлением, над поведением и так далее и третий блок это блок профилактический который, задача которого это сделать так, чтобы больше подобные или похожие ситуации не спровоцировали у вас подобного рода напряжения или защитных механизмов то есть работы на самом деле, ребята, очень много работа интересная правда скажу очень видно, как меняются люди в группах и в группу приходят те, кто был у трех психотерапевтов у четырех психотерапевтов кто лежал в больницах не бойтесь приходить вы видите вконтакте какое количество людей что-то комментирует кто-то занимался в группах кто-то знает, кто занимался я не буду выставлять открытые комментарии по этому поводу но вы их можете сюда найти вконтакте и увидеть не считаю, что мне надо себя рекламировать вот так вот приходить и Петя рекомендует я считаю, что те, кому надо, тот узнает а вот так вот просто как-то это не совсем моя история вот поэтому группами доволен группами довольны люди, которые занимаются пять или шесть месяцев мы будем с вами вместе раз в неделю по два часа всю подробную информацию о группах вы увидите чуть попозже что еще из новинок да значит, как записаться тоже смотрите на сайте Безневроза ТВ там тоже все это будет пока у нас еще целый август впереди поэтому чуть попозже да там будут бронирования те ребята, кто уже оплатил бронирование получат письма не волнуйтесь я всех видел все в порядке а будут открыты еще дополнительные места на бронирование вам нужно будет оплатить место в группе это стоит тысячи рублей и дальше уже там я с вами буду связываться все нюансы по расписанию по техническим нюансам все это будет впереди еще не волнуйтесь дайте мне пару недель хотя бы окей значит, что еще из новинок будет серия вебинаров я не буду больше снимать ролики на тему там ВСД, панической атаки, агрофобия потому что если вы посмотрите последний открытый вебинар все, что вам нужно знать о панических атаках ВСД, агрофобии там вот так информации чтобы самостоятельно работать поэтому те умники которые постоянно мне там задают вопросы давайте информацию да уже куча информации в интернете ребят да уже ее столько что что вам еще надо дать возьмите Ютьюб посмотрите там во вариантов на тему все одно и то же все про одно и то же пожалуйста бери смотри проблема не в отсутствии ваш покорный слуга там несколько лет назад начал эту историю и ее подхватило большое количество блогеров и подробно все уже разжевано мне кажется о вегетососудистой дистонии о панических атаках надо быть очень ленивым человеком чтобы не найти видеоинформацию и даже практическую информацию которую уже вы вылили в интернет мне кажется все же только вот все сейчас говорят кому не лень о ВСД о панических атаках пожалуйста мы-то понимаем что проблема не в ВСД и не в панических атаках а в том что вас к этому привело потому что поэтому избавившись от панических атак от ВСД вы совершенно не изменяете свою жизнь и прочитав учебник по когнитивно-поведенческой терапии вы тоже ничего не понимаете потому что сама когнитивно-поведенческая терапия это инструмент а вот к чему вы этот инструмент прилагаете большой вопрос поэтому Но Альберт Эллис и Аронбек были очень умными, но Аронбек еще здравствует, да, умные ребята. Они дали очень хороший тезисный инструмент своим ученикам и в книжках, но они не договорили некоторых аспектов о том, что изменение мышления, изменение на гибкое мышление – это еще не все. То есть, здесь есть некоторые аспекты, которые мы как раз в группах разбираем, это очень важные нюансы, потому что просто сказать, ну, было бы лучше, если бы было это, но я понимаю, что, но оно не будет работать, понимаете? Ну, докажи, какие у тебя есть аргументы, да, я ошибалась. Оно не срабатывает в 70% случаев, надо знать много нюансов. Именно нюансов, которые кроются в аналитическом пласту личности. И просто когнитивка, она очень, она эффективна, но ее надо применять к определенным людям и с определенным опытом. Просто сказать, что у тебя должествование, потому что ты считаешь, что ты должен, а она не должна – это не то. Люди скажут, ну да, хорошо, я понял, что не должна, но внутренний драйв остается. Поэтому мой профиль называется «Когнитивно-аналитическая психотерапия». Я сейчас разрабатываю некоторую свою методологию, которая будет объединять несколько методов. Не думаю, что это моя прям инновация какая-то будет и новинка. Я думаю, что уже до меня эти многие умы занимались. Но чуть попозже я это вам расскажу. Что еще из новостей? Будет серия вебинаров. На именно прикладные темы о проблемах характера, о проблемах взаимоотношений полов, отцов и детей. Популярная тема, как воспитывать детей, о сексуальных аспектах. То есть вебинары будут исключительно тематические, не касающиеся ВСД, а касающиеся жизни. То есть касающиеся именно жизненных обстоятельств и жизненных коммуникаций, которые приводят нас невротически, к которым мы приходим ввиду нашего невротического состояния. Например, ревность, злость, агрессия, несдержанность, импульсивность, зависть, нестабильность в браке, нестабильность в отношениях, сексуальное расстройство, страх начинать отношения, страх, что бросит, страх потерять работу, социофобические страхи, публичные выступления. Как познакомиться, как не познакомиться, как написать резюме, как составить план действий, как составить, как добиться успеха, как планировать. В общем, там огромное количество информации, которые я бы хотел с вами поделиться. Именно эта информация поможет вам в целом стать более эффективными людьми. У меня есть некоторая концепция, о которой я сейчас не буду рассказывать, потому что ее знают только ребята, кто занимается в группах. И я не думаю правильным все, чем мы занимаемся в группах, переносить на публичные вебинары и видео лекции. Просто это будет не совсем правильно по отношению ни к ним, ни к моей работе. Поэтому есть информация, которая всегда останется закрытой. Она всегда останется исключительно камерной. Это то, о чем мы говорим в группах, непосредственно с моими клиентами. Та информация, которая будет даваться бесплатно, она будет носить популярный характер, но очень полезный и эффективный тоже. Что еще из новинок? У меня все в порядке. У меня появился Инстаграм. Там я прикалываюсь селфи периодически. Те ребята, кто серьезно относится к селфи и к Инстаграму и пытаются серьезно делать какие-то комментарии извительные и еще что-то. Но мне кажется, это смешно, потому что, мне кажется, любой человек понимает, что селфи и Инстаграм – это прикол. Никто к этому серьезно-то уж не относится. Просто по приколу. Как можно серьезно себя фотографировать? Мне кажется, это и так понятно, что это юмор, что это некое такое социальное проветривание какое-то, чтобы люди, которые следят за тобой, видели какие-то веселые картинки. Но я очень искренне себя фотографирую в разных ситуациях. Немножко однообразно, правда, получается, но тем не менее. Кто-то спрашивал, улетаю ли я из России. Нет, я из России не улетаю. Я остаюсь в Москве и работаю. Я веду очный прием два раза в день, в неделю, простите. Сейчас думаю на тему расширения очного приема в Москве. Что еще из новинок? Изменится стоимость работы по скайпу. У меня осталось всего семь человек, которые занимаются со мной индивидуально по скайпу. И будет сейчас принято мною решение, либо я заканчиваю с ними занятия, а потихонечку мы заканчиваем. И либо я это время заполняю индивидуальной работой очно, либо я это время заполняю группами, либо я все-таки возьму семь человек. Но стоимость будет изменена и увеличена до, наверное, на пятьсот рублей будет она увеличена до двух тысяч занятий. Значит, сделано это по разным экономическим соображениям. Стоимость останется ниже среднего по Москве. Теперь немножко о политике. Пропросили сегодня вечером прокомментировать политическую ситуацию. Многие пишут о понятии Третья мировая, о санкциях, о боевых действиях. Действительно, у меня есть много клиентов, которые проживают на территории Украины и разных регионов. И это очень интересно, когда ты общаешься вживую по скайпу с человеком из Луганской области, из Донецкой области. А у тебя в этой же программе люди, допустим, из Киева. И очень интересно посмотреть разницу их информационного потока. Но мы не обсуждаем политику в группе. Просто было там пару встреч, где люди из одних регионов говорили людям немножко другое. Но это так, к слову. Что просили прокомментировать? Сегодня буквально утром просили прокомментировать товарные отношения по поводу санкций, которые мы ввели в отношении сельского хозяйства. Что будет? Честно могу... Лично мое мнение, не стоит это для того, чтобы вы переживали. Объясню почему. Вот вы скажите мне, пожалуйста, вы устрицей часто едите в московских ресторанах, пьете дорогое французское вино, закусываете сыром пармезан, кулотом риджан? Вы очень много потребляете мраморной говядины? Я думаю, что вот этот запрет, да, товарный эмбарго коснется прежде всего класса лакшери, тех людей, которые привыкли есть эксклюзивную продукцию именно вот касаемых морепродуктов, сыров, виноделия, касаемых каких-то экзотических морепродуктов. Вот там временно придется что-то замещать, да, или будет дефицит этих товаров, а в среднем российский чек не почувствует никаких колебаний на эту тему. Ну, кто в средней статистике в России ест устрицы и медиаи? Вы часто едите устрицы с медиаи? А моцареллу, баффало? А рукколу из Новой Зеландии, допустим? Ну, Новой Зеландии не вошла в санкции. Ну, допустим, говядину американскую. Ну, поэтому, понимаете, я думаю, что то, что сделало наше правительство, это большой плюс для нас, для всех. Потому что наши производители, наконец-то, смогут стать конкурентными. Да, для рестораторов это будет некоторый момент перехода на какие-то новые позиции ресторана, да. Но люди, с которыми я сегодня общался, которые привыкли есть в московских ресторанах, вот вы не поверите, но все, с кем я сегодня разговаривал, они, ну, я не буду дословно ругаться, да. Но все примерно сказали, пошли они со своими продуктами, мы без устрицы, без этого всего справимся, правильно сделали, надо было давно и пожёстче. Вот, поэтому не думаю, что всё это так критично. Наше правительство и наше сельское хозяйство вполне способны накормить. Есть куча аналоговых замещений, есть производители из Латинской Америки, есть и Новой Зеландии, есть и Белоруссия со своими колбасками. Есть куча предложений на рынок России, которые были отвергнуты по причине дешёвых товаров из Евросоюза. Ну, вот представьте себе, что вы не будете пить Кока-Колу. Ну, что мы все с ума посходим от этого, да? Ну, представьте себе, что вы не будете есть, там, я не знаю, моцареллу. Ну, вот, знаете, в средней полосе России так привыкли к моцарелле и пармезану, что прямо без него они, ну, никак не обойдутся. По поводу повышения цен, спрос рождает предложение, да. Но я думаю, что это коснётся узкой группы товаров и, скорее всего, это коснётся, опять же, класса лакшери, где это будут какие-то остатки или это будет какой-то эксклюзив маленькими порциями, там, да. Ну, я вообще не вижу на эту тему смысла для переживания. Перспективы всех этих санкционных давлений, они в любом случае не скажутся на вашем желудке и на вашем, там, состоянии, да. Поэтому переживать здесь нет смысла. По поводу военных действий это более важный вопрос, но всё-таки я убеждён в том, что не Европе, не Америке, но американцы, понимаете, они всегда были к риску склонны, да. У них страна так создавалась, они привыкли рисковать. И вот немножко они в этом плане перебарщивают со своими рисками. Но я думаю, что всё-таки оно как-то в течение года устаканится и увидим как. Не считаю, что будет какая-то сильная там военная операция. Ну, поживём увидим, но будем надеяться на лучшее. Итак, по нашей с вами работе с сентября мы занимаемся группами. Последите за новостями. Будет у меня новый видеоканал. Ещё из последнего, да. Он будет включать вот такие комментарии на политические, экономические ситуации, чтобы немножечко поддержать тему видеоблога. Помимо неврозов, потому что портал-то называется Невроза Мегаполиса, а поскольку запрет на товары, соответственно, это всё-таки удар по мегаполису, особенно по сетям премиум класса. Я вот, например, если бы я был, допустим, управляющим Азбуки Вкусы или Гурме, Глобус Гурме, но я бы напрягся, наверное, потому что 90% моих товаров – это импорт, и это позиционирование принципиальное этих розничных сетей. И это как раз бьёт по прямому бизнесу. Вот здесь – да. Но часто ли вы ходите в Азбуку Вкусы и в Глобус Гурме в среднем по стране? Сомневаюсь. А те, кто ходили и покупали там какие-то эксклюзивные товары из Европы, я думаю, что вполне смогут и поджаться чуть-чуть, и есть более простую пищу. Больше денег сэкономить. А те, кто не могут жить без устриц и без дорогой американской говядины, ну что вы тогда здесь делаете, да? Вот. Поэтому я не вижу никаких предпосылок к беспокойству. Я не вижу того, чего наши клиенты и вы должны бояться. Занимайтесь своим развитием, занимайтесь с психотерапевтами. Наоборот, сейчас ваш покорный слуга и те ребята, которые так или иначе занимаются тем, что я делаю. Благодаря нашей совместной работе популярность психотерапии растёт. И я думаю, что она будет с каждым годом всё расти и больше, и больше, и больше. В будущем я хотел бы заняться образовательной деятельностью, готовить именно эффективных консультантов, эффективных тренеров, эффективных тренеров, таких психологов, которые будут помогать людям достигать своих целей, достигать поставленных задач в более крупном формате, нежели просто избавление от панических атак. Да, действительно, панические атаки и ВСД – это первое, что кажется нашим клиентам проблемой. И первая ошибка, что клиент говорит, да я буду эффективен, я буду очень сильный, вы меня только от панических атак и вот этих страхов избавьте, и я сразу пойду шашкой махать. Ходите, поспорим с вами. Вот, я вам могу вот слово своё дать, что 99% клиентов, кто так считал, что вы мне, говорит, только избавьте от панических атак, от ВСД, я сразу стану эффективным и успешным. 99% возвращаются. Со словами мне Пупкин объяснил, что такое панические атаки, но чего-то у меня как-то не клеится в жизни, и вот как-то у меня всё не так. И вот это и есть наша с вами работа, потому что панические атаки, вегетативные реакции – это следствие, это отголосок уже главной проблемы, понимаете? Вот, поэтому следите за новостями. Очень много информации, которую хочется вам рассказать. Вот такой небольшой новостной блок, да, что ещё из нового? Много схем, много материала, материала много адаптированного, стало в группах ещё интересней, информации очень объёмно работаемые, очень плотно. Не могу сказать, что я прям достаточно жёсткий, но я встаю в позицию именно когнитивно-поведенческого терапевта, такого именно того формата, который Элис предпочитал. Я глубоко убеждён, что далеко не все психологи и консультанты могут работать когнитивно-поведенческими терапевтами. Объясню, почему. Потому что, чтобы быть когнитивно-поведенческим терапевтом, нужно иметь некоторые личностные качества и результат. Личный результат. Да? Когнитивно-поведенческая терапия во многом тренерская система. Об этом вам могут сказать в любом институте Америки. Я прохожу повышение квалификации в институте Альберта Элиса, у супервизоров института. В Питер я поеду в сентябре, опять на вторую ступень. И я лично задавал вопрос старшему преподавателю института. Я говорю, Джон, чем отличается концепция РЭКТ в одной из направлений от коучинга личного? Он говорит, что дословно многие американские специалисты не видят разницы. Поэтому действительно позиция когнитивно-поведенческой терапевта позиция когнитивно-поведенческого терапевта это во многом тренерская позиция. Это позиция успешного тренера. Это позиция тренера, который может не просто сказать думай вот так, и ты добьешься. Это позиция, которая должна быть заимственна клиентам. И сам тренер должен из себя представлять определенное результативное состояние. То есть, вы не сможете прийти к Васе, который, знаете, да, здравствуйте, вот, пожалуйста, не думайте, хорошо, не думайте, не должна, заменение не должна, на было бы лучше, потому что вы дожествовали, это неправильно. Ну, захотите ли вы к этому человеку прислушиваться, и захотите ли вы выполнять то, чего он говорит, выполнять определенную систему мотивации, выполнять определенную систему успеха. Представляете, приезжает к Вам на маршрутке разваленный тренер по успеху. Или с таким, знаете, животом приезжает тренер, говорит, здрасте, я сейчас буду Вас учить, как вот правильно достигать цели похудеть. Это профанация. И это сплошь и рядом, понимаете, женщины одинокие 50-летние учат, как правильно кадрить мужиков, какие-то странные мальчики учат какому-то непонятному успешному успеху. Прежде всего, когнитивно-поведенческий терапевт и консультант должен из себя что-то представлять. Вот это очень важно. Это не просто человек, у которого были ПА, и который справился. Это харизма личности, которая действительно может поделиться определенным мировоззрением, определенной философской категории. Это не значит, что он должен всем это навязывать, имейте это в виду. К нам приходят, вот это скептикам, к нам приходят люди, которые хотят. Это не значит, что вот Красиков говорит вот так, и это априори истина. Абсолютно нет. Ко мне приходит парень и говорит, Леш, я хотел бы изменить свою фигуру, я бы хотел изменить отношения с девушкой, я бы хотел изменить свои отношения в сексуальной сфере, я бы хотел стать успешным в этом, в этом, в этом. У меня вот есть симптомы такие, 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 мне страшно, неудобно, неуютно. И мы начинаем. У меня есть чем с ним поделиться. И в виде спорта, и в виде отношений, и в виде секса, и в виде этого, этого, и панических атак. То есть, это очень системная тренерская позиция, которая охватывает все сферы его жизни. И через полгода он становится более эффективным во всех сферах жизни. А когда вы приходите к какой-нибудь женщине-психологу, которая, знаете, будет учить вас тому, о чем сама плохо понимает, ну, это профанация. И, к сожалению, 80% рынка российской психотерапии – это профанация. Профанация не потому, что люди плохие, а профанация потому, что они взялись за метод или за позицию, в которую они сами не влезают. 20% тренеров и терапевтов – это люди, которые действительно своей харизмой, своим результатом могут поделиться с человеком. И то из этих 20% еще надо подобрать, кто вам ближе. Вот здесь и заключается очень много аспектов. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, выбирать. Если вам не понравилась там Иванова, не факт, что вам не понравится Сидорова. Очень важно подбирать под себя своего терапевта, своего тренера, своего консультанта и не бояться этого. Пожалуйста, если у вас неудачный опыт с одним психотерапевтом, с вторым… Вон у меня есть клиентка из Соединенных Штатов. Даже в Соединенных Штатах она потратила энное количество времени и денег на то, что вдыхало красный, выдыхало зеленый цвет. Даже там все еще остались такие странные люди. У нас-то их очень много, да. Но, пожалуйста, я вас искренне призываю. Если у вас есть неудачный опыт психотерапии, если у вас есть неудачный опыт фармакотерапии, пожалуйста, не опускайте руки. Не нужно. Обязательно идите, ищите, добивайтесь, звоните, дозванивайтесь, пишите, пробуйте, начинайте. Понимаете, только так вы сможете найти того человека и начать это. Просто сказать, у меня был один психотерапевт, я что-то не разочаровалась, психотерапия полная хрень, это неправильно, понимаете. Это то же самое, что я пошла в кафе, меня приготовили какую-то невкачественную рыбу, с тех пор я рыбу больше не ем. Ну, да, это нельзя равнять всех поваров под одних. Кто-то готовит великолепную рыбу, кто-то не умеет. И даже метод когнитивно-поведенческой терапии, я вам так скажу, что в каждых руках один и тот же метод преломляется по-своему. Вот возьмем меня и еще 10 психотерапевтов, которые специализируются на КПТ, все будут работать по-разному, я вас уверяю. Это не стоматология, где есть примерно одинаковые действия. И то все стоматологи будут по-своему, понимаете, даже по зубам видно почерк. Когнитивно-поведенческая терапия в структуре как бы одна, но почерки терапевтов, подача материала, тренерская позиция, которой хочется заимствовать, не хочется заимствовать, она везде разная. Именно поэтому я подхожу не всем, а кому-то я очень подхожу. Потому что наоборот, поэтому портрет моего клиента это клиент от 18 до 40, наверное. Это 50 на 50, как показывает статистика, 50% мужчин и женщин. Это люди с неоконченным высшим или оконченным высшим образованием. Они достаточно понимающие, они достаточно были когда-то эффективны, но случилось в их жизни что-то, что пошло не так, и они начали считать себя неудачниками ввиду их невроза. То есть, вот так вот в среднем это выглядит. Вот так это в среднем. Конечно, есть некоторые аспекты. Но в целом у меня получается этих людей выровнять и дать им такую систему, что они становятся гораздо лучше, чем были до прихода на занятия. То есть, они считали, что они пришли опущенные ниже плинтуса из-за своих симптомов, а уходят они с гораздо большими результатами своей жизни и качественной жизнью. То есть, их невроз на самом деле не точка вниз, а точка вверх. Потому что каждая проблема, с которой они столкнулись и получили невротическую реакцию, мы из нее делаем преимущество. Мы благодаря тем проблемам, с которыми они столкнулись, делаем их сильнее, качественнее, выносливее, эффективнее. То есть, мы закрываем те дыры, которые привели их к подтоплению. И естественно, этот корабль отныне модернизированный, сильный, уверенный в себе, который четко знает, куда он плывет и куда он приплывет и как он будет двигаться. И не боится он препятствий, не боится напороться на скалы. И он даже не боится повредиться или разбиться даже. Вот примерно вот так. Но об этом всем еще я подробно вам расскажу. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. Можно прокомментировать что-то снизу. Я вконтакте выложу это видео. По поводу связи. Есть мобильный телефон 98495-201-5319. И есть контакт. Лучше пишите ВКонтакте. Почта переполнена. Создавать еще 8 почтовых ящиков не буду. Пишите лучше ВКонтакте или звоните по телефону, если вы из Москвы. До встречи.